доброе утро друзья я нахожусь около киевского вокзала вот сегодня еще есть такой день у меня насыщенный в москве которым вы увидите так тоже много чего интересного и вот такие фонтаны по пути застал сегодня погода не поймешь какая всю ночь лил в дождь вот и кутру чуть развеялась вот и тут такие фонтаны под музыку опять несутся тучи наверное будет дождь большая дорога миловская вон там те вот высотки помните который я вам показывал ну тут европейско-торгово-развлекательный центр какой-то огромный огромный монстр город можно сказать вот ну и все вот они московские собачки видите в ту же урочках ходят на тоненьких ножичках вот так вот она ковыляет то мы пойдем с вами не по центральной улице а по двориком москвы в общем опять пошел дождь только-только обрадовался хорош погоди здесь такой двор фонтан у них был тут мостик но сейчас все не работает вот даже холмик какой-то интересный как курган ну в общем прошла пора летняя наступила пора осенняя много что закрыто и не работает вот ну здание вот этой гостиницы украина вам понятно да но это вот кутузовский проспект здесь квартиры конечно весьма дороги и во многих квартирах но ночью окна не светятся вечером потому что многие богатые люди имеют здесь квартир но не живут никто даже такая есть интересная информация как говорится даже не сдают их не нуждаются в этом здесь очень шумно машины ездят постоянно очень шумно тишины здесь не бывает друзья я в торговом центре европейские но просто зашел на экскурсии просто покупать что-то здесь когда здесь написано такие фирмы как там шанель или инго там но это просто бешеные цены там поле и полине вот но просто хотя бы посмотреть и вам показать вот это только один из этажей потому что там дальше еще есть это же и есть еще такие ответвления то есть он построен довольно большим это целая плеяда таких вот фонтанов различных надо сказать что брызка немало дают туда на зрители лифты видите какие виде куполов таких он там едет цветные меняет раскраску очень красиво да старинные фонари он кафетерии ведь это красиво вот друзья видите как тут все симпатично внутри европейском все устроено эскалаторы различные такие магазины шикарные линзмастер да друзья ну ладно выходим отсюда это я так вам показал на всякий случай такой интересный фонтан до камешки значит и по зеркалу спускается вода абсолютно бесшумно надо кстати взять на вооружение она скорее всего это зеркало немного с наклоном вот но здорово так интересно и вот такой выход друзья по этой карте тройка можно также оплатить проезд в трамвай это специальная такая штука прислоняешь карту в метро и оплачиваешь проезд в трамвай так друзья вот вы просто не представляете где я нахожусь но эта история очень долгая это массажный кабинет но мне никто не собирается делать здесь массаж успокойтесь друзья это клиника частная клиника на варшавской 21 москве это не реклама я сейчас все объясню дело в том что вы знаете что у меня остеохондроз и шея болит да и я естественно в своей станице но куда я могу пойти к неврологу только в ейскую клинику но попасть к нему туда очень сложно у нас станице вообще невролога нет и и случайно совершенно у света оказалась подружка оля ее зовут она работает в этой клинике неврологом заместителем главного врача вот так она коса еще сестра двоюродная так вот света как гость пришла вот этот как раз частная клиника а это оля как раз невролог вот очень с большим опытом работы вот она спасибо ей большое потому что она мне дистанционно лечила я весенская и посылал свои симптомы она мне говорила что нужно как нужно да какие лекарства употреблять и все спасибо ей большое вот я оказался здесь света привезла москве меня сюда вот в эту частную клинику так что знайте москвичи если вы живете в москве то вот есть прекрасная клиника на варшавского 21 мне ремень выдали а значит есть такая методика этих остеокинезис кинезис да есть такая методика помнишь и ваш кевича на ю тубе есть ролики ваш кевич где ремнем он именно те зоны проблемные надо ставят этот ремень и натяжка определенная там есть такая литература и ролик и в общем очень сильно помогает перед всяких невралгиях и затылочных и там и шейных и все вот мне подарили такой ремень но вот друзья здесь вот кабинет главного врача а не а здесь у них вот как бы западная медицина она в каких-то экстренных ситуациях попадает пока но надо вырезать китайскую же как бы нет а вот когда только что-то начинается или предвещает когда нужно выйти из заболевания очень часто бываешь китайская медицина очень помогает у нас дети все когда начинается период заболевания потому что очень часто детей чуть-чуть лучше стало их выкидывать в школу а там еще и дети только вышли или только заболевают они опять к второму разу поэтому вот на китайских препаратах они все травяные натуральные можно детишек поддерживать чтобы они не болели или если даже болеют то болели бы в меньшей степени все действует на иммунитет очень хорошим эффектом и тот кто столкнулся вот с этим прям детей точно вот ну вот я могу по своему опыту сказать что например у меня есть три препарата которые я применяю когда только заболеваю в первый день пьется стаканом каждые три часа болеешь один день на полтора это вот первое что главное вовремя обнаружить и просто пока на синий попробуешь ну да в общем смотрите мне просто повезло так как видите как вот получилось так что я стала так блогером и мне повезло здесь оказаться естественно я бы здесь пока есть возможно но вот друзья вот такой вот вам интересный репортажик с клиники ну да я помню вот эти упаковки кстати ладно а забыл самое главное сказать что на варшавского 21 а клиника называется мед инсайт вот двухэтажное здание и так мы покинули наших друзей и идем теперь по району москвы к другим друзьям москве вот такие тут дороги переходы поливалки не знаю чего не поливают проехала машина не знаю чего тут убирала главное что она проехала друзья я даже не знаю с чего бы я хотел начать этот ролик вам говорить да но мы находимся сейчас сейчас у опять в гостях но на этот раз в таком нити интереснейшим заведение как студия красоты друзья вот здесь мы кем кофе светлана изгаршина вы с ней знакомы этому модератору на канале вот я хотел бы показать вам эту студию студия красоты называется the grapes мы поднимаемся наверх по такой чугунной лестнице может сюда спускались друзья вот здесь находятся специальные столы на которых приводит порядок руки но подробнее об этом может рассказать клана светлана виноградова директор этой студии она очень долгое время работала студии the sans светлан что делает студия студия делает маникюр стильные красивые уходы стрижки окрашивания у нас также есть косметолог у нас есть массажист многие услуги совмещены для того чтобы люди экономили свое время и также я договорилась с нашим ближайшим кафе которые могут обслужить вас прямо как говорится в нашем салоне во время процедуры вы можете покушать заказать ланч или выпить какие-то джусы поэтому ждем вас всегда в наше уютное место здесь же еще такие известные люди иногда бывает приходят да 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 у нас жилое помещение ловко и поэтому вы можете как бы встретить здесь очень интересных людей вот видите как необычно все получилось вот мне тоже здесь предложено было изменить свою внешность но я как бы видите да я отказался просто непривычно мне находиться в таком заведении вот но кое-что на кое-что я согласился вот чтобы маленько сделать имидж потому что здесь так принято это москва здесь живут стильные люди в метро едешь и смотришь на людей ухоженные лица прически и понимаете да то есть здесь так принято поэтому пусть вас это не удивляет вот студия красоты занимается не только женскими прическами руками но и мужскими тоже правильно но не только в москве люди стильные и они во всех городах есть и сейчас тема мужского маникюра она просто не обсуждается у нас очень много клиентов которые делают мужского маникюра японский маникюр и я вот хочу предложить сергея маникюр который мая это моя технология я делаю без инструментов и по определению не бывает заусенцев не бывает заусенцев и очень опрятный внешний вид и если втереть еще японский маникюр то будет блестящее покрытие стеклянные ухоженные ногти поэтому он у нас будет отсюда красавцем вот ну как посчитаете нормально соглашаться соглашаться попробуем вот сергей расскажите пожалуйста ваше ощущение во время маникюра хочется спать и почему вам видимо устали сегодня похоже на то что но я по крайней мере ну как бы чувствую что работают не поглаживание а такое конкретная работа ну потому что у тебя ногти в каком состоянии были вот до завышения уважаемые подписчики видели рыбу чисел без рыбы чесал своими собственными ногтями но это безобразие конечно но вот какие круглые ногти да так диагноз поставили все понятно и соответственно картошку копалку картофель копалку кошмар какой свет дай ему инструкции как нужно вести себя в отношении к собственным ногтям я считаю нужно ими пользоваться по предназначению а там у мужчины свои предназначения допустим я не а у мужчин еще бывают такие предназначения как вот допустим я своими ногтями иногда используюсь как отверточкой да вот что-то открутить светлана у вас часто салоне бывают клиенты которые как отверточкой используют ногти это видимо редкий случай мне кажется нет но если человек артист то я считаю ему обязательно необходима процедура маникюра ну вот вы знаете друзья как-то раз одна из подписчиц там недоброжелатели бывают такие написала что вот что-то неблагоприятное то есть посмотрите говорит он себе зубки там покрытие какое-то дело извините а вот как раз одна из моих друзей лена мороз сказал так чему без зубов на сцену чтобы выходить но представьте артист который поет песни вышел с поломанными зубами и но только одного я конечно знаю а был без зуба шура помню или без нескольких зубов да 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 но это он специально конечно не ставим поймите песни которые больше раз мне нужно быть на сцене приличном виде вы же понимаете а вы представьте какая в тридцатых годах фильмах было эстетика какие там были мужчины такие такие метросексуалы такие да 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 шляпах плаща было время не ну ты же не выйдешь с микрофоном с такими заскорузлыми руками с мозолистыми да это же просто неуважение потому что бывает артист какой-то выходит поет в общем то можно сказать неплохо да но он вышел как будто он только что вышел отказ с комбайна я не вижу что комбайнер там человек но человек а я даже видела в нечищенных ботинках один вышел в нечищенных ботинках одеты в сетях стоят на сцене или я видел один раз певец в тапочках пляжных и в шортах пел серьезную песню но это же не серьезно если ты исполняешь серьезные песни ты должен выйти в костюме вы согласны со мной это неуважение к зрителю и к тому что ты исполняешь конечно уважение к песне которые ты исполнишь если это песня фундаментальная муслима магомаева как можно исполнять и в пляжных тапочках и в шортах с грязными руками согласитесь так что маникюр это необходимая вещь вообще даже ногти грызут некоторые я знаю да у тебя не прогрессишь я вам потом руку покажу уже давай показывай друзья вот хотел показать вам руку как она выглядит после маникюра обратите внимание что у ногти блестят но это не лак гигиеническая обработка мужской маникюр это гигиеническая обработка рук это красивый срез и удаление заусенцев если они есть и при желании можно втереть пасту и пудру японский здесь втер поэтому девушки делают такую услугу когда они снимают ногтевую снимать ногтевые пластины покрытие какое-нибудь в частности гели гель-лаки а для молодых людей мы можем предложить уход просто стеклянные красивые ногти получаются блестящие вот поэтому получается очень красивый уход обработанные ноготочки не за что не за что вот так вот так друзья мы вышли с этого салона он называется за грейпс значит бьюти студия красивая студия студия красоты проще говоря переводится с такими фонариками вот здесь как раз и работает светлана виноградова и мастера которые могут вам сделать вас красивее ну все мы пожалуй пойдем это духовской 17 переулок духовской 17 здание здесь построены в стиле лофт и мы выходим сейчас к метро вот запоминайте как сюда пройти если вот так вот смотреть на салон мы отходим от него то вот запоминайте мы идем на выход вот здесь это все находится выход ну можно просто набрать адрес и вас любой навигатор приведет сюда ну вот мы идем с чистыми коготками домой смотрите мы как раз сейчас вышли вдоль здания вот за лофт обозначено строение ну вот все а здесь дальше идет улица такая мы идем на метро вот я вышел в район где дом корабль мы идем на метро тульская видите такое здание необычное вот ну а здесь здесь торговый центр как называется ереван-плаза называют сковород вот мы уходим на ту сторону возвращаясь к месту своей дислокации по ночной москве ну что ребята хочу вам сказать вот ехали сейчас переполненном метро конечно это дурдом да но терпимый но от люди каждый день ездят на проезд сейчас вот с этой вот студии красоты до места дислокации люберцы надо потратили про почти час времени 50 минут еще эти минут 15 пешком 17 то есть час времени на то чтобы с работы вернуться домой ну примерно так вот так вот москва живет люберцы ночью итак сегодня вечер заканчивается с друзьями нашими евгения вы уже знаете он по люберцам обзор давал светлый горшева знаете и оля она как-то приезжала на кубань должанку вместе со светой да и концерт я им давал а вот сегодня у нас ребята вот такой вечерний стол здесь рыба терпук красноглазка тут еще какая-то краснокнижная я не знаю а это уголь вот ну и тут дальше и какие-то шашлыки крылышки салаты вина но это уже благодаря евгению специалист по этим всем вещам вот ну вот так вот прошел день трудный сегодня мы на этом заканчиваем наш обзор а мы начинаем наш вечер пока главное забыл сказать вот это шампанское с борта круизного корабля николай некрасов это мне вручили за оконечный концерт там еще блиц концерт был я вам его покажу кратце вот это мне вручили вместе с грамотой за исполнение песен друзья вот мы это шампанское да